Глубоко уважаемый Малик Маратович, уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня тема моего доклада – долгоживущие глиобластомы. Первое упоминание о необычно по срокам живущих случаев пациентов с глиобластомой нам удалось найти в публикации 1950 года. Публикация была в Journal of Neurosurgery, где американские коллеги описали 6 случаев. Один случай – выживаемость более 14 лет и 5 случаев пациентов с глиобластомой, которые жили 6 лет и более. Для того, чтобы ответить на вопрос, каких пациентов с какой выживаемостью следует относить к долгоживущим, мы провели исследование, которое разбили на две части собственные исследования. Первая часть этого исследования – это обзор литературы за последние 10 лет. Все источники, которые мы смогли в Pubmedia найти по этой теме – это порядка 250 публикаций, которые были посвящены этой проблеме. На что мы обращали внимание? Первое. Какой минимальный срок выживаемости авторы считают, таких пациентов можно относить к долгоживущим? Это год, два, три, пять. Далее. Какая частота встречаемости этого признака среди общей популяции пациентов с первичной глиобластомой? Далее. Какое лечение пациента получали? А именно, степень хирургического вмешательства, имеется в виду степень резекции. Какую терапию именно химиолучевая? Какая доза лучевой терапии? Какая схема использовалась в качестве первой и последующих линий терапии? И, конечно же, какие клинические и молекулярно-генетические аспекты они рассматривали для выявления тех из них, которые со статистической достоверностью способствовали долгоживущей выживаемости? Из общего количества исследований, я уже сказала цифру, примерно 250, всем этим требованиям отвечали не более 45 исследований. Как правило, не указывалось, какую именно терапию пациенты получали. На слайде представлен пока еще не опубликованный табличный вариант обзора литературы, где все эти параметры очень четко у нас указываются. Итак, основной вопрос. Какие пациенты считаются долгоживущими? Кто-то считает, что это выживаемость больше года, кто-то больше двух, больше четырех и больше пяти лет. Подавляющее большинство исследователей все-таки склоняются к той мысли, что точка отсчета – это три года и более. Частота встречаемости долгоживущей глиобластом в основном не превышает 11% по данным разных источников. Далее мы посмотрели, как же часто встречаются долгоживущие пациенты у нас с первичной глиобластомой. Для этого мы взяли всех пациентов, которых мы наблюдали в последнее время. Их оказалось 69. Это подчеркивают пациенты с первичной глиобластомой. И в зависимости от выживаемости разбили на две группы. Это больные с выживаемостью менее трех лет – 58 пациентов. И больные с выживаемостью 3 года и более – 11 пациентов. Частота встречаемости у нас составила 15,9%. В таблице, также пока еще не опубликована, готовится публикация, подробно представлены эти 11 случаев. Это достаточно молодые пациенты, возраст 27, 32, 40, 37 лет. Только одному пациенту было 60 лет. Обращаю ваше внимание на следующие моменты. Только у четырех пациентов опухоль локализовалась в одной доле. У всех остальных, как правило, было достаточно серьезное распространение процесса. Далее. Тотальное удаление опухоли. Под тотальным мы понимали отсутствие накопления контрастного вещества, то есть нет остаточной опухоли, только в трех случаях. Дальше. Все пациенты получали и химиотерапию, и лучевую терапию. Более половины пациентов вместе с лучевой терапией получали тимодал. И достаточно интенсивная была проведена химиотерапия. Как правило, это схема 6 циклов тимодала и выше, до 15. При возникновении рецидива большинство пациентов повторно оперировались, получали лучевую и химиотерапию. Отдельно я выделила случай номер 2. Пациент 39 лет, безрецидивный период составляет более 91 месяца. Вот этот случай. Я показывала уже МРТ этого пациента, но тем не менее, слава Богу, что он живет. Недавно разговаривала с супругой, все у них в порядке. Итак, август 2009 года, стереотоксическая биопсия. Акцентирую, опухоль не удалялась. По данным молекулярно-генетического исследования, очень низкий уровень экспрессии гена МГМТ. Пациент получил 15 циклов тимодала. Посмотрите, какой эффект сохраняется. Размеры опухоля до лечения и МРТ от марта 2016 года. Итак, что же может влиять на выживаемость свыше 3 лет? Те признаки, которые у меня перечислены, все они со статистической достоверностью влияют на долгоживучесть. Итак, более подробно. Возраст. Средний возраст в группе долгоживущих глиобластом был 44 года, в группе недолгоживущих 54 года. Далее. Проведение в первой линии терапии терапию тимодалом от 6 до 15 циклов. У пациентов первой долгоживущей группы эту схему терапии получали в 80% случаев, даже чуть выше, по сравнению с группой контроля, где пациенты только в 34% случаев получали эту схему. И в основном пациенты второй группы получали терапию тимодалом от 2 до 5 циклов. Или, к сожалению, не получали никакой терапии по тем или иным причинам в первой линии. Далее. Положительный ответ на терапию. Выяснилось, что в первой группе долгоживущих глиобластом полный ответ на терапию наблюдался более чем в половине процентов случаев, 54,5%. В отличие от второй группы, где полный ответ на терапию был только в 10% случаев. И чаще во второй группе наблюдалась стабилизация процесса или, к сожалению, продолженный рост в первой линии, достаточно быстрой. Синенькими столбиками у меня отдельно вынесены пациенты, процентное соотношение их схоже. Схожие это больные, которым во время операции первой тотально удалялась опухоль. И этих пациентов мы не могли четко отследить, полный ответ будет, ответ на терапию или нет. То есть объекта за наблюдением у нас просто не было. Итак, проведение повторной лучевой или радиохирургии. После рецидива практически все пациенты, долгоживущие получали повторно-лучевую или радиохирургии. И только 5,7% это те пациенты, которые не получили повторно-лучевую терапию. В отличие от группы недолгоживущих глиобластом, где мало кто получал терапию. То есть 94% случаев это пациенты, которые не получали во второй линии повторно-лучевую терапию. И, естественно, достаточно серьезная статистическая достоверность, разница в группах. И последнее, проведение второй линии терапии. Практически все пациенты в первой группе долгоживущих глиобластом получали терапию. Единственный пациент, который не получил терапию, это тот самый кейз-репот, который я вам приводила, по одной простой причине, пока ему вторая линия терапии не требуется. И что касается группы пациентов, недолгоживущих глиобластом, то здесь 50 на 50. Половина пациентов получали терапию во второй линии, половину нет. И что самое интересное, если объединить все пациенты, общая когорта 68 без разделения на группа, то проведение второй линии значимо влияло и на общую выживаемость больных с глиобластомой. Как правило, во второй линии назначался тимодал. Половина случаев у больных долгоживущих была именно химиотерапия тимозоламидом, и вдвое реже это пациенты второй группы всего 25%. То есть за счет тимодала во второй линии. Что же не оказывает влияние на выживаемость свыше трех лет? Я подробно останавливаться не буду, только перечислю. То есть это те параметры, которые статистически значимо в нашем исследовании не оказали влияние на выживаемость пациентов более трех лет. Это пол пациентов, локализация опухоли и степень распространенности процессов, неврологический статус по шкале Корновского, и последнее это количество операций и степень редукции. Хотела бы остановиться на следующем. Количество операций и степень циторедукции значимо были только для пациентов с выживаемостью менее трех лет. Причем в ряде исследований отмечается, что степень циторедукции в большей степени влияет на выживаемость у пациентов до двух лет. И последний слайд. Когда в очередной раз мы видим, что у нас появляется новая долгоживущая глиобластома, мы пересматриваем гистологические препараты. Те один из пациентов, которые я представила, присмотрены препараты были неоднократны. Это действительно первичная глиобластома. Вот год назад мы провели исследование, в котором отобрали пять случаев так называемых долгоживущих глиобластом с первичным диагнозом, и оказалось, что из пяти случаев только в одном была настоящая истинная долгоживущая глиобластома. Все четыре другие случая – это один пациент был с доброкачественной ганглиоглиомой, анапластической ганглиоглиомой, и два пациента были с эмбриональными опухолями. То есть у пациента такие редкая ситуация, нужно всегда сомневаться в диагнозе и пересматривать его. Пользуюсь ситуацией, если у кого-то из присутствующих в зале есть собственный опыт, я очень прошу вас подойти и поделиться, поскольку нам это крайне интересно. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Марина Витальевна. Вопрос, пожалуйста. Да, конечно. Большое спасибо за очень интересный доклад. У нас действительно есть несколько пациентов, я сейчас точно не считал, не занимался таким анализом. Вот на памяти, вот, допустим, одна пациентка была в протоколе АВАГЛИО, она получала темазолами, стандартная с лучевой терапией, 6 курсов темазоламида. Значит, у нее выявлено метилирование гена МГМТ, и у нее вот 6 лет не было рецидива. Только вот сейчас, вот уже прошло более 6 лет, и только сейчас мы выявили опять рецидив у нее болезнь. Наблюдалось у нас очень тщательно, без признаков прогрессивной. Еще есть больные, вот на моей памяти. Мы обычно все равно пересматриваем эти стекла гистологические препараты в институте нейрохирургии Борденко, чтобы было два мнения, как минимум. Вот, как правило, наши пациенты, на моей памяти, я просто сейчас не занимался этим анализом, они в основном получали стандартную схему темазоламида с лучевой после субтотальных или тотальных удалений. И, как правило, то, что я помню, у них не было второй линии длительное время. То есть в вашей группе там большинство больных, у них была, да, вторая линия терапии, я так понял, да, после темазоламида? Почти все пациенты получили во второй линии химиотерапии, и в половине случаев это был темодал повторно. Потому что сохранялась чувствительность. Мы МГМТ еще, безусловно, отслеживали, я просто не могу уместить в маленьком докладе всю информацию. Конечно, у всех пациентов была генетика. И если сохранялась чувствительность на темодал, мы рисковали, и, как мы видим, что это было достаточно оправданно. Да, мы так же делаем. Если, допустим, год и больше прошел после завершения темодала, то мы вот или темодал в модном режиме, или, допустим, с производным платином комбинируем. То есть вот эту пациентку мы тоже сейчас постараемся вернуться к темазоламиду, можем опять добьемся эффекта. А вообще, конечно, да, это интересная работа. Интересно бы у нас тоже провести. Наверное, мы можем наберем тоже довольно неплохую группу пациентов. Можем потом объединить усилия и сделать очень хорошую работу совместно. Да, спасибо большое. Еще доклады, пожалуйста. Фу, извините, вопросы. В 2009 году стереотоксическая биопсия. Не было выполнено микрохирургическое удаление опухоли. Басальные отделы лобной доли были преимущественно поражены. Там опасно оперировать, и нейрохирурги сочли более безопасным для пациента провести стереотоксическую биопсию. Но это больше вопрос, конечно, к нейрохирургам. Я по факту просто констатирую. Ну вот из-за глубокого расположения опухоли не стали рисковать. Но, как мы видим, не особо степень хирургического вмешательства сказывается на долгоживучесть. Еще вопрос. Да, пожалуйста. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, а количество циклов терапии этим изоламидом, на Ваш взгляд, как-то влияет на продолжительность жизни? Спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что мы очень часто, простите, придавлены разными рекомендациями. И за рубежом считается, что шесть циклов тимодала в монотерапии и достаточно. Мы стараемся подходить индивидуально. И пока у нас это получается успешно. И я считаю, что если пациент отвечает на терапию, и мы видим на МРТ уменьшающуюся опухоль в размерах, то как поднимется рука прерваться на этой терапии? Пациент получает терапию максимально, пока, а, есть ответ на терапию, и он в состоянии переносить эту терапию. То есть нет токсичности, из-за которой мы должны или снизить дозу. Кстати, у нас есть пациенты, которые на сниженных дозах прекрасно отвечают на терапию, и мы умудряемся добиваться полных ответов по данным МРТ, даже на сниженных дозах. Но, правда, таким образом они больше циклов получают, количество циклов. И здесь мы даже получили статистическую достоверность. Разница в группах, что интенсивность терапии увеличивает выживаемость. И не просто увеличивает выживаемость, а дает пациенту шанс стать долгоживущим при таком заболевании. Может быть, поэтому у нас частота встречаемости долгоживущих глиобластом была 15,9. Мы встретили только одну публикацию в районе 16 или 17 процентов. Частота встречаемости вот совсем недавно была долгоживущей глиобластом. И у них один из выводов, причем такой центральный, очень серьезный вывод, у них значился так – интенсивность терапии влияет на долгоживущих. Спасибо. Просто хотел согласиться по поводу количества курсов. Сейчас только были последние данные, она по техническим глиомам третьей степени злокачественности. И там уже зарубежные коллеги не 6 курсов рекомендовали, а 12 курсов. То есть получается, они все-таки и сами сомневаются, что, наверное, 6 курсов может быть мало. И поэтому они вот сейчас в рекомендациях для больных глиомами третьей степени злокачественности, у которых есть метилированные гены МГМТ, они 12 курсов уже ввели в рекомендации. Там есть достоверная разница в выживаемости. Поэтому, наверное, здесь они сами еще сомневаются. 6 курсов может и мало. Все? Больше нет вопросов? Спасибо большое, Марина Витальевна.